Доброе утро, дорогие телезрители! И вот уже четверг. Жалко, что нельзя просто моргнуть глазом, чтобы резко была суббота. Попытался, правда, не получается, да. Это утро осеннее. С вами встречаем мы Ксения Вербер и я Андрей Кобзарь. Затягивать не будем, но приступим. Ну что ж, пора заглянуть в праздничный календарь. И сегодня у нас Всемирный день жестовых языков. Между прочим, по информации ООН, таких около 300. А также есть и международный язык жестов. Мировое сообщество признает их полноправными естественными языками. Признавайся, загуглила, да? Нет, это я, так сказать, яндекснула. Потому что сегодня именно эта поисковая система отмечает свой день рождения. И ей уже 24 года. Да, вот как интересно. Но это не единственный именинник на сегодня. Между прочим, 173 день рождения свой отмечает жевательная резинка. Значит, самое время поделать пузыри из нее. Ага, а еще обсудить собак в политике. Ведь именно это предлагает сделать шуточный календарь. А наша следующая рубрика, она предлагает не обсудить, а сможет рассказать нам о собаках, но не в политике, а в упряжке. Ммм, смотрим 5 фактов о Хаске. Название Хаски происходит от Хаскимос. Именно так моряки торговых судов называли местных аборигенов эскимосов. Ученые-палеонтологи из Королевского Бельгийского университета естественных наук считают, что первые собаки, скорее всего, походили именно на сибирских Хаски. Правда, были они чуть крупнее, а появились чуть менее 32 тысяч лет назад. Обыватель вряд ли может с лета определить, кто перед ним – Хаски или Лайка. Однако поклонники Хаски знают, что их любимцы более коренастые, коротконогие, а их хвост не складывается в колечко на спине, как у Лайк. Но главное отличие в том, что Хаски, в отличие от охотничьих Лайк, – ездовые собаки. Они лишены страсти к преследованию добычи. Да и охрана дома не для них. Они вряд ли будут лаять, почитая собачьему языку зов далеких предков – волчевой. Эскимосы в лютые морозы любят иронично повторять, что сегодня ночью им понадобятся три собаки. Только обложив себя с трех сторон живыми грелками, они не замерзнут. Уникальная структура шерсти не только позволяет сибирикам трудиться при температуре до минус 60 градусов, но и избавляет их от свойственного практически всем собакам запаха. Кстати, эти псы ласковые до невозможности. Они вас залежут, заласкают от всей щенячьей души. Достанется не только вам, но и всем окружающим. Отличительной особенностью собаки является цвет глаз небесно-голубой. Впрочем, встречаются хаски с желто-коричневыми глазами, а еще и с гетерохромией – феноменом, который проявляется в разной окраске глаз. На самом деле в структуре радужной оболочки хаски присутствует только коричневый пигмент. Если его много, то глаза собаки будут коричневыми, а если мало, то голубыми. Гетерохромия возникает в случаях, когда содержание пигмента не одинаковое. В сутки хаски в упряжке могут преодолеть расстояние порядка 250 километров. Упряжка из 6-8 собак может развивать скорость 25-35 километров в час. Считается, что сибирские хаски обладают уникальным генетическим кодом, который складывался на протяжении многих столетий. Из всех ездовых собак именно хаски демонстрируют повышенную выносливость, отличную скорость и умение работать в команде. Пора бы уже и в народный календарь заглянуть. Праздник это хорошо, но вот народный все-таки лучше. А и сегодня, между прочим, Петр и Павел рябинники. Опять рябина. Да, опять рябина. И сегодня она якобы отмечает свой день рождения. Между прочим, не просто так все. И вообще считается, что именно в этот день она приобретает сладковатый вкус. А все это благодаря заморозкам. В этот праздник развешивают рябину под крышей дома для защиты от проявления нечистой силы. Собирают все ягоды, часть оставляют на ветках деревьев, чтобы звери и птицы также смогли ими полакомиться. Ну а если сорвать все ягоды, то человека будут преследовать несчастье. И, возможно, один голодный медведь. Ну и традиционно основным напитком на столе был, конечно же, рябиновый квас в этот день. Наливай. Андрей, ну ты же не насобирал рябины. Как я тебе сейчас квас наливаю? Надо было думать заранее как-то, готовиться, я не знаю. Кстати, также изготавливали в этот день традиционно различные настойки. Ну и, конечно, компот из рябины тоже варили обязательно. Компот-то есть? Понял, не спрашиваю. Вернемся к приметам и традициям. Считалось, что в этот день у людей особенно обостренная интуиция. И поэтому все, что он скажет, то будет верно. Поэтому нам лучше с тобой помалкивать и лишнего не говорить. Согласен. Ну а по приметам, если старый пень совсем рассохся, значит будут дожди. Тогда в Америке недавно отсырело сразу несколько пней. Ведь штат Алабама в США частично затопило водой. Наводнение было вызвано сильными и продолжительными ливнями. Дороги превратились в рейки. Из-за этого движение оказалось парализованным. Хотя находились такие смельчаки, которые рискнули преодолеть водные препятствия и поплатились за эти выходки своими автомобилями. Один из таких водителей и вовсе пропал без вести. Некоторых местных жителей эвакуировали спецслужбы. Сейчас вода отступает. Ущерб от наводнения пока не подсчитан. Вернемся в Хакасию. У нас осень уже вовсю наводит свои порядки. Да, вот даже утеплился. Заметила, да. Средний градус за днем 7-10 градусов. Ну а ночью столбики термометров опустятся до плюс 4. Хотя в основном это будет ноль. В некоторых районах ожидаются осадки. Давайте подробности узнаем прямо сейчас. В Черногорске и Усть-Абакане пасмурно, без осадков. В светлое время суток плюс 11, ночью 4 градуса тепла. Юго-западный ветер. В Сорске плюс 7, ночью градус упадет до минус 1. В течение дня значительная облачность. В Саиногорске и Бея небо пасмурное. Осадки не ожидаются. Светлый период плюс 9. После полуночи 4 градуса тепла. В Белом Яре ситуация схожая. Днем плюс 11. После заката плюс 4. Тихий юго-западный ветер. В Аскизе погода пасмурная. Днем плюс 10. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 3. В Таштыпе и Абазе погода будет похожа. Светлое время суток плюс 7. А ночью градус упадет до нуля. Западный ветер. В Шира тоже пасмурно. Температура днем плюс 7. После полуночи плюс 1. Возможен снег с дождем. В Баграде и Копьево ситуация схожа. Но без осадков. Днем также плюс 7. В среднем. А ночью градус упадет до нуля. В Абакане пасмурно. Днем плюс 11. После заката плюс 4. Ожидается слабый, но затяжной дождь. Легкий ветер юго-западного направления. Атмосферное давление в норме. Ну что, Ксюша, ты приготовила свой подарок на день рождения? Я не поняла. У тебя же в мае. Ну, Ксюша, я не об этом. Между прочим, совсем скоро, 11 ноября, свой юбилей отмечает Светоч русской литературы. И вот если бы люди жили гораздо дольше, чем обычно, на свое двухсотлетие отпраздновал бы с удовольствием Федор Михайлович Достоевский. Ну, кстати, если говорить совсем скоро, то это 11 ноября как бы. А это значит, что еще целый октябрь впереди. Ну и еще даже сентября чуть-чуть осталось. Ну, Ксюша, готовиться нужно заранее вообще-то, заранее, понимаешь? Вот, например, итальянский художник сел за трактор и нарисовал портрет Федора Михайловича. А, вот ты к чему. Инсталляция носит название «Красота спасет мир». Это отсылка к произведению автора «Идиот». Вот видишь, ничего сложного. Дарья Гамбарин, вот так зовут художника, 10 часов сидел за рулем трактора и сделал это без единого наброска. Ну, я бы так не смогла, я и трактор водить не умею. А ты бы что подготовил Федору Михайловичу? Уже задумался над этим? Да, и ты узнаешь об этом 11 ноября. Ой, какой хитрец, а! Кошмар. Ну, я предлагаю посмотреть на один очень гениальный эксперимент. О, что ж там-то интересного? А там девушка, веган. Хотела всем доказать, что ее собака тоже веган. Значит, некоторые из вас просто не верят, что моя собака вегетарианка. Итак, у меня есть эта установка прямо сейчас, чтобы вы, ребята, могли ее увидеть. У нас это действительно отвратительно. Это как говядина, как собачий корм. А потом у меня есть этот восхитительный зеленый салат. Так что я приведу ее, и мы посмотрим, какой ей понравится. Кроме того, моя собака очень здорова. Она любит зелень. Она любит свой салат. И я не заставляю ее есть свой салат. Это то, что ей нравится. Подойдите сюда. Подойдите сюда. Хорошо, хорошо. Так, это Бонни. Она моя маленькая. Вегетарианка. Хорошо. Нет, 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 нет. Не ешьте это. Нет, нет, нет. У вас есть салат. Посмотрите салат. Нам нужен салат. Выбирайте сами. Нет, 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 Бонни, нет. Природу-то не обманешь. А вот этой девушке я рекомендую свои личные пристрастия в еде не навязывать окружающим, а тем более своим питомцам. Я надеюсь, что все хорошо и собачка питается тем, что она хочет по своему желанию, так сказать. Да, если хрустит листиком салата, то только потому, что она очень сильно захотела. К сожалению, мы этого выяснить не можем. Зато узнаем прямо сейчас, что же этот день для нас приготовил. В эфире «Гороскоп». Овны, позвольте себе побыть щедрым. Небольшие затраты сегодня могут принести вам большую пользу в обозримом будущем. Тельцы, сегодня вы станете необыкновенно смешливы. Это, конечно, неплохо, но постарайтесь не попасть в неловкое положение. Близнецы, сегодня ничто не сможет вас удержать. Вы будете подобны вихрю, плохо понимающему, куда он, собственно, несется. Раки, если в вашей жизни случится неудачный день, это еще не означает конец света. Может, вы просто делаете что-то не так? Оглянитесь. Львы, не пытайтесь проецировать на всех свое видение жизни. Попробуйте хотя бы сегодня прислушаться кому-нибудь, кроме себя. Девы, сегодня вам лучше не вступать в споры и не участвовать в соревнованиях. Львы, убеждать людей о своей правоте – плохая затея. Просто поступите так, как считаете нужным. То, что вы были правы, признают позже. Скорпионы, сегодня удача всецела на вашей стороне. Постарайтесь ничего не испортить. Стрельцы, сегодня вы будете радушным хозяином гостеприимного дома. И гости, как водится, не заставят себя долго ждать. Козероги, если вы сегодня дадите волю эмоциям, рискуете потерять то, что имеете. Проявите сдержанность, окружающие это оценят. Водолеи хотеть не вредно. Помните, что под лежачий камень вода не течет. Сделайте первый шаг навстречу своей мечте. Рыбы, сегодня вы вряд ли добьетесь признания. Похвалите себя сами, не стоит ждать милости от окружающих. Сентябрь уже подходит к концу. Школьники и студенты давно грызут гранит науки, так сказать. Ну а о студентах и о поступлении в ВУЗ мы сегодня поговорим с ответственным секретарем приемной комиссии ХГУ Еленой Майнагашевой. Елена, здравствуйте. Доброе утро. Расскажите нам немножко при поступлении в ВУЗ, какие основные документы нужно подавать? В первую очередь. При поступлении в ВУЗ нужны только три документа. Документ удостоверяющий личность, это паспорт. С этого года СНИЛС, обязательный документ. И третий, это документ об образовании. Либо аттестат о среднем полном общем образовании, либо диплом о высшем образовании. Либо диплом среднего профессионального образования. Скажите, еще вот такой вопрос интересный. А можно ли поступить не с начала учебного года, а, например, вот сейчас, ну или в середине? Ну, приемная компания, как правило, завершает свою работу 31 августа. В связи с тем, что учебный процесс начинается с 1 сентября. Поэтому вновь поступить на первый курс невозможно. Однако, если абитуриент принял решение перевестись из другого ВУЗа, например, к нам, то этот процесс возможен в любое время. Или восстановиться. Обязательно ли при поступлении в ВУЗ сдавать ЕГЭ? Для выпускников школ 11 класса сдача ЕГЭ является обязательным условием, потому что при поступлении они могут только поступить по результатам ЕГЭ. А вот ребята, которые завершили процесс обучения после колледжа, то есть окончившие колледж или технику, могут поступать без результатов ЕГЭ. Они сдают наши внутренние испытания. Вот если я вдруг захочу поступить, я уже давно окончила школу, у меня уже давно пропали все результаты ЕГЭ, мне все равно придется сдавать, правильно? Да, если у вас на руках только аттестат о среднем образовании, то, к великому сожалению, надо будет прикрепиться к какой-либо школе, записаться в ГАРАНО до 1 февраля и сдавать экзамены в виде ЕГЭ. Понятно. Какие ошибки чаще всего допускают и родители, и абитуриенты при поступлении в ВУЗ? Может быть, какие-то документы или еще что-то? Нет, частыми ошибками в документах нету, как таковых грубых нарушений. А вот ребята достаточно не продумывают, когда выбирают сдачу ЕГЭ еще на этапе школы. С этого года в приемной кампании у нас новые правила, то есть третий экзамен ребенку дается по выбору. То есть, например, русский обязательный, профильный предмет, он у каждого направления подготовки свой, например, математика профильная, и плюс третий экзамен. А вот третий экзамен с этого года дается по выбору. То есть абитуриент может заявить либо физику, либо информатику, в зависимости от того, где у него лучший результат ЕГЭ. Так вот ошибка заключается, ребят, в том, что они как бы не страхуются и чаще всего не берут, например, 4 или 5 экзаменов, которые они могут сдать в виде ЕГЭ. То есть выбирают три экзамена, и, например, получилось так, что физика у них там минимальный балл какой-либо, да? Но при этом, если бы он еще сдал информатику, и результат был лучше, то он мог предъявить вместо физики информатику. Эти же требования остаются и на следующую приемную кампанию. Поэтому я бы советовала и ребятам, и родителям подумать и подстраховаться. Выбирать не только три экзамена, а, например, 4 или 5. То есть чтобы у ребенка было право предоставить результат с большим количеством набранных баллов. А при поступлении на определенную специальность ведь нужны определенные предметы, правильно? Да, конечно, конечно. Ну вот, к примеру, если ребенок мечтал стать юристом, то ему не обязательно сдавать профильную математику, потому что при поступлении ему нужен будет русский язык, история и общество знания. Но в школе он сдал, например, профильную математику. Тогда у него будет право еще подстраховаться и положить документы, например, на менеджмент, на экономику, либо управление государственными службами. Сколько лет самым взрослым студентам в вашем вузе? Самым взрослым студентам иногда становятся люди, которые работают, у них за плечами большой профессиональный опыт, но нет высшего образования. И иногда, когда мы отчетность сдаем, то возраст достигает до 53 лет. А в 2022 году какие-то новые требования для поступления будут или нет? Ну, на сегодняшний день пока изменений нету. А вообще утверждения правил приема на 2022 год будут 1 ноября. Ну, к 1 ноябрям, может быть, и произойдут какие-то изменения. Но на сегодняшний момент что будет? Первое, это остается выбор ребенка права третьего экзамена при поступлении. И второе, вернули в индивидуальные достижения участие ребят в олимпиадах, научно-практических конференциях, как республиканского, так и регионального уровня. Поэтому, случаем пользуюсь, ребята, пожалуйста, участвуйте во всех олимпиадах, во всех научно-практических конференциях. Конференциях, копите свое портфолио, потому что при поступлении это плюс баллы к результатам ЕГЭ. О, даже так-то из плюсов. Да, да. Замечательно. И баллы можно до максимума 10 получить. Например, аттестат с отличием или диплом с отличием, это уже плюс 5 баллов к результатам ЕГЭ. Интересно. Что ж, спасибо большое, что заглянули к нам этим утром. Я вам желаю всего хорошего. До свидания. До свидания. А мы движемся дальше, так что ни в коем случае не переключайтесь. В современном мире скорость имеет огромное значение, особенно если это касается платежей. Представляем новый сервис Банка России СБП – система быстрых платежей. СБП начала действовать 28 января 2019 года. Сервис позволяет физическим лицам осуществлять мгновенные переводы в режиме 24 на 7 по номеру мобильного телефона, независимо от того, в каких банках открыты счета плательщика и получателя средств. Платеж проходит в два клика. Чтобы сделать мгновенный перевод, нужно в мобильном приложении своего банка выбрать в меню «Перевод через СБП», указать номер мобильного телефона получателя и банк, сумму перевода. Получить данные о клиенте, имя, отчество и первая буква фамилии. В течение нескольких секунд после подтверждения операции плательщикам, деньги будут переведены и станут доступны получателю. Система быстрых платежей – важнейший инфраструктурный проект национального значения. У меня есть короткая новость из Испании. Там ученые провели забавный эксперимент. В общем, они ночью в пещерах ловили птиц голыми руками. Что? Что вообще за бред? Для чего? Все просто, чтобы доказать, что наши предки-неандертальцы тоже так могли. Очень интересные, какие-то не совсем оправданные научные изыскания, я бы сказала. Но вообще сегодня день довольно забавных новостей. Вот, например, что ты знаешь про Беларусь? Хм, все просто. Столица Минск. Во время Великой Отечественной одной из первых советских республик приняла на себя удар. Полностью была освобождена в 44-м году в ходе операции «Багаракио». Там есть очень забавный футбольный клуб «Бате», который несколько лет назад очень громко о себе заявил, но потом кто-то исчез. Андрей, ты что-то слишком глубоко копаешь. Может, что-то еще знаешь? Ну, есть миллион шуток про любовь беларусов к картофелю. Вот, вот, именно об этом и пойдет речь в нашей следующей новости. Слушай, главное дело, слушай, суть в том, что великая картофельная держава в этом году, к сожалению, у них не урожай, картошки нет. И они закупили картофель сразу у шести стран. Больше всего его привозят из Украины, также корнеплоды везут из России, Азербайджана, Германии, Северной Македонии и Египта. А причина всему – засуха. Она повлияла на количество и качество урожая в этом году. Вот это поворот неожиданно. Знаменитый египетский картофель. Я, конечно, про мандарины я слышал, но вот что-то пульбы. Ну, а что ты хотел? Погода такая, тут уж не пропишешь. Да, согласен, поделать нечего, но зато мы можем посмотреть свежий дайджест новостей из нашей республики. Трагедия в Аскизском районе. Местный житель застрелил приятеля, приняв его за медведя. Шестеро мужчин на лошадях отправились в тайгу собирать орех. Компания заночевала в нескольких километрах от Алла-Бейка. Услышав рев медведя, двое остались наблюдать за обстановкой. Через некоторое время один ушел в лес, второй заметил движущийся силуэт и выстрелил из карабина, предположив, что это медведь. 37-летний мужчина скончался на месте от ранений. В отношении стрелка возбуждено уголовное дело. Курьез из Черногорска. Это улица Металлургов, на которой дорог нет. Об этом сообщает автор видео. А вот свеженькая разметка есть. Рабочие нанесли ее не только на кое-где сохранившийся асфальт, но и прямо поверх глубоких ям. Эксперты отмечают, такая разметка долго не продержится и подчеркивают, Винить дорожников нельзя. Им дают задание, а они его выполняют. Образовательные учреждения Абакана частично переходят на удаленку. Из-за ковида закрыты 7 групп в 6 детских садах. Там заболели 23 ребенка, еще 42 отстранены по контакту. Количество заболевших сотрудников – 9. В школах ситуация серьезнее. 25 классов в 13 учреждениях переведены на дистанционное обучение. Коронавирус у 66 школьников. Больше 800 отстранены по контактам. Среди сотрудников – 7 разоболевших. Также усложняется ситуация с заболеванием детей ОРВИ. Если количество заразившихся достигает 20%, класс переводится на дистанционку. От учебы уже отстранены 3 класса в двух школах. В целом сейчас болеют порядка полутора тысяч школьников. Любой житель Хакасии сможет отправить свое имя в космос бесплатно. Такую возможность предоставила российская компания «Геоскан» с помощью спутников, которые полетят с космодрома «Восточный» весной следующего года. С 4 октября по 15 ноября организация проведет на своем сайте акцию «Отправь свое имя в космос». Об этом сообщают РИА Новости. Нанесенные на специальные носители имена планируется доставить на околоземную орбиту. Ранее подобные акции проводились НАСА во время миссий к Марсу, Солнцу и Плутону. Ну что, сейчас начнем с очень милого видео. В Австралии спасали животных от подтопления. Ну, я, если честно, не нашла период, когда вот это все происходило, но вот коала была точно благодарна людям. Да, очень круто. Я вот люблю такие новости, когда люди неравнодушны. Но вот порой ты спасаешь дикое животное, выхаживаешь у себя вот дома, отпускаешь в дикую природу, но все идет не по плану. Ну как же так? Грызун уже бежал, а тут эта бестия крылатая накинулась и все. Ну, что поделать? А вот такова иерархия животного мира. Ты всегда должен быть готов, что тебя кто-нибудь съест. Ага, вот как прям птица на него накинулась, так это и на булки сладкие и вкусные. Ну, а это уже иерархия нашей спины. Пищевая цепочка, так сказать, я и сладкая. Тогда вот тебе на закуску смешные видео. Вау! Наша любимая рубрика по приколу в эфире «Утро Хакайси». Посмотрим. Извините, а какой-то шо-то как будто бы обед будет, а то там 25 людей не кормленные. Только я печенье с утра поеду. Покор! 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 Пищи! Покор! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Для собаки на 14 дней Для этого нам потребуется 7 килограмм куриного филе Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok